Есть хороший вариант, это создание службы финансовых расследований, то, что продвигает Минфин. И это важно не только потому, что мы забираем функции у налоговой милиции, которая являлась просто откровенно коррупционным органом. Но важно, что такие же коррупционные органы есть в полиции, в СБУ и так далее, когда каждый, кому не рень, приходит и занимается экономикой. То есть СБУ вместо того, чтобы ловить шпионов, отжимает бизнес. Милиция вместо того, чтобы ловить наркоманов условных и грабителей тоже отжимает бизнес. И наличие огромного количества конторских служб, которые могут прийти и заниматься экономическим вопросом, создает очень большие неприятности бизнесу, неудобства бизнесу и сильно бьет по инвестиционному климату. Поэтому, если все эти полномочия, всех этих служб будут забраны и отданы в одну службу финансовых расследований, это будет очень хороший позитивный сигнал для инвесторов. Полномочия — это всегда означает потоки. Вот в МВД есть свои финансовые потоки, которые генерируются вот этими вот экономическими преступлениями, потому что они же занимаются тем, что приходят, устраивают вам проблемы, и потом вы им платите. Соответственно, получается денежный поток. То же самое в СБУ. И понятно, что делиться этими денежными потоками никто из этих служб не хочет. И тут вопрос на самом деле важный, чтобы совместно с кредиторами Минфин продавливал эту тему дальше. Потому что понятно, что по своей воле ни МВД, ни СБУ не отдаст эти полномочия. И для них это принципиальный вопрос. Потому что, опять же, где же они харчеваться будут? Область применения их навыков существенно сократится. Но насколько мы видим, этот вопрос лоббируется МВФ, этот вопрос лоббируется кредиторами. А поскольку мы от МВФ никуда не денемся в ближайшее время, то есть надежда, что это удастся сделать. Тем более, что действительно, это та мера, которая имеет широкую поддержку в условном гражданском обществе, потому что для бизнеса это очень важно. Маски-шоу никогда никому не помогут. Приехали, забрали сервера и так далее. Они не генерят деньги для государства. И все эти преступления, они делаются где-то там в компьютерах, делаются в бумажках, в договорах и так далее. И там их надо искать. И Маски-шоу никому не нужны. Налоговый департамент Соединенных Штатов боятся все как огня. Это самое-самое страшное. Но у них нет своего спецназа. Они просто звонят в полицию и говорят, вот туда надо приехать, если что. Давайте того там арестуем. Ну и там понятно, что никто не сопротивляется этому тоже. Потому что если приходит налоговая, то все поднимают ручки. Потому что они знают, чем это чревато. Так что нет, силовое ведомство не нужно. И это лишнее подразделение. Подразделение.